здравствуйте уважаемые друзья и подруги с вами ремонтяж и я рад приветствовать вас на сегодняшнем событии это даже не просто ролик это целое событие как-то я говорю как-то через чур пафосно да ну ладно ладно действительно она того стоит пришел процессор с алиэкспресса давно уже про него вы писали в принципе к сожалению не помню кто первый написал будем считать что это коллективная заслуга не моя а чисто ваша вы находите эти варианты коротко это самый выгодный процессор вообще самый лучший процессор который можно купить за три с половиной тысячи рублей теоретически дело в том что про него информации это как бы немножко маловато да нету тестов и вот наконец-то он мне пришел на самом деле он пришел уже два дня назад я просто вот только только в руки дошли в общем 8 ядер 16 потоков частота где-то 3 гигагерца этому сейчас и узнаем и цена три с половиной тысячи рублей и все это для сокета 2011 это просто победа ладно давайте без лишних там всяких слов скрываем называется он есть даже немножко термопасты подмазали так упакован как-то вообще простенько ну кстати а чему будет то наверное да а то как упакует блин сидишь 15 минут распаковываешь называется он zion e5 2689 и так так его прислали до прислали его в общем вот надеюсь вам видно здесь сфокусировалась тут еще странно какой-то номер вышла 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 вы штампован 4 cq 419 не значит такое так это кстати инженерник или ну нет кстати к слову не про инженерную и образец не слова возможно это как бы серийный образец ну вот не знаю точно не помню не смотрел не принципиально они что инженерные работают отлично что серийники что касается 2011 все как часы вот я даже не знаю что про него еще можно сказать просто прокрутите в голове это производительность уровня райзен 1700 или там 2 700 до но при этом с кольцевой шиной то есть меньшие задержки памяти там какая немножко короче конвейер там да вот и все это стоит сколько в пять раз дешевле я не знаю в 10 ну сколько ну нет в действие перебор сказал конечно где-то в пять раз получается в среднем тогда смотря какой прод сравнивать не разумеется я не говорю что вот их надо напрямую сравнивать и говорить о какой райзен там говно нет дело не в этом разница таки новый процессор это вещи по идее несравнимы но я это делаю не для того чтобы там вот ткнуть кому-то показать смотрите там он сильнее чем разин или он то же самое что райзен в пять раз дешевле я лишь это говорю для понимания примерного уровня производительности который предоставляет вот это вот плюшечка за три с половиной рубля и кстати говоря райзен 1700 и как вы помните у меня есть он не так давно пришел поэтому предлагаю наконец-то протестировать его хотя бы в парочке игр ну хотя бы в двух-трех наверное да и в какой-нибудь одной игре наверно все таки не в трех играх то долго получится в какой нибудь одной игре сравним их с разным на 1700 справедливости ради наверно выберем игру на вулкане или на дарит x12 хотя по сути знать если подумать то учитывая что процессор в равных условиях но нет конечно желательно протестировать на вулкане что там мультипоток будет поистине хорошо работаем отрисовка на все потоки будут идти все такое а сравним мы их в этой игре помните как она стратегия стратегия то там короче на вулкане анандаргд из 12 господи как она называется и 6 of singularity вот не знаю я в нее никогда не играл но как тест она просто потрясающе сажает на бутылку все что угодно просто но вот поэтому все пацаны идем тестировать так пацаны короче поставил я процессор на тест и уже в принципе заметил ту особенность ну который я в принципе был готов смотрите процессор по частотам вроде как по списку частот похож на 2690 да ну вот все вы знаете есть такой сайтик небольшой я им пользуюсь не помню название который показывает короче частоту турбобуста по всем ядрам там для каждого интеловского процессора есть частота буста по всем ядрам кроме 2689 не ну может еще каких-то нету но так по большей части там есть для всех а для 2689 нету как вы думаете почему нету нет если не потому что и там нет труба бусто точнее там указано максимальная частота турбобуста но по всем ядрам нету данных а все почему потому что отличие от 2690 в том что у него меньше теплопакет если не ошибаюсь да то есть там кому 115 ватт а у 2690 было по моему 130 ватт и видимо когда процессор не укладывается вот в этот теплопакет он под скидывать частоту поэтому стабильной частоты у него по всем ядрам как таковой нет и вот собственно наблюдаем вот идет тест и частота выглядит вот как-то так то есть она плавает вот поначалу когда ты запустил первые минут пять она была ровно 3300 ну 3292 тогда но и сейчас как видите она подплавает то есть 3300 3200 и проскакивает 300 ну вот видимо таким образом вот посмотрите на теплопакет вот ну то есть данные аиды 115 ватт прям в аккурат прям вот вот тютелька в тютельку ну вот я так понимаю что это вот единственный так сказать минус процессора это по сути минусом ты его не назовешь то есть даже то что 3 и 1 он держит по всем ядрам за три с половиной тысячи рублей это уже тупо лучше проц но но есть один нюанс так как это все-таки стресс-тест да он полностью нагружает процессор то в играх в играх с очень большой вероятностью при упоре в видеокарту то есть в реальных условиях процессор реально будет держать 3300 вот но давайте как раз таки сейчас и узнаем так ребят ну и вот собственно циферки кэша памяти и так далее скорости чтения задержек и так далее короче ну все циферки в принципе в принципе вам видно единственно меня смущает что меньше 50 гигабайт чтения записи что обычно 8 ядерников было чуть-чуть за 50 там 50 51 здесь чуть меньше с чем связано не могу сказать но память в принципе как видите говена настроена точнее она не настроена цел 12 1800 4 каналов поэтому я думаю если докрутить там по цел 10 если у вас нормальные плашки будут особенно самсунгский то я думаю полтинчик вам обеспечен на вот ну так в целом циферки очень даже неплохие по моему с этот кэши на уровне как раз таки рязани даже 2000 до zen плюс ну вроде я так не помню ладно не суть поехали первый тест tomb raider на ультра пресете настроек карта в тестах если что 1080i во всех разрешение будет везде full hd фпс вы видите на экране но меня гораздо больше воодушевляет график времени кадра он просто идеальный к сожалению игра все также вылетает в конце теста и не показывает статистику но по графикам вы наглядно можете видеть насколько же плавно работает игра насчет чистоты процессора я кстати оказался прав судя по всему забегая вперед скажу что после всех тестов и побега в чем в ассасине минут 15 а частота процессора стабильно держится на отметке в 3300 мегагерц то есть в играх просто работает точно как 2690 и это конечно же шикарно ведь 2690 стоит вдвое дороже в десятке и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...